здравствуйте это канал максимадзе и сегодня у нас довольно редкая на моем канале рубрика новостные выпуски короче сегодня будет две новости и первая новость это касательно модов на когда соседа которые я буду проходить на стримах короче каковы правила присылания модов во первых я уже создал обсуждение в у себя в группе и тут сказано что можно сюда присылать моды на ходе седа которые будут играть на стримах принимать буду исключительно те над которыми более-менее старались всякие малоизмененные говномоды будут идти лесом вместе с ссылкой на мод я также прошу присылать скриншоты и краткое описание мода это нужно для того чтобы я мог убедиться в том что мне есть смысл играть в этот мод на стриме что он соответствует моим требованиям если можно так сказать в принципе помимо обсуждения вы можете и в личку мне скидывать если вам так удобнее впрочем делайте как хотите но по но пожалуйста кидайте нормальные моды сделать со старанием сделанные и пожалуйста предлагайте скриншоты и описание ну а теперь ко второй новости вы наверняка помните такого ютубера как shred game channel и мы уже далеко о нем не впервые говорим у меня довольно презрительное отношение к нему и по большей части от того как он разговаривает с некоторыми подписчиками что вот ой вы меня да вы меня уже достали долбанные фанатики когда соседа все отвалите короче и и оскорбляет но нос но со мной у меня с ним была целая словесная война так сказать с ним которую подпитывал как он так и я не ни в коем случае не отрицаю но единственное единственное за что я могу шреда так сказать похвалить в отличие от меня от того же меня он в отличие от меня в своих видео не рассказывает об обо мне и про меня ничего не рассказывает ну впрочем до недавнего времени впрочем до недавнего времени речь сегодня пойдет о видео которое вышло 7 января 2024 года дело в том что как раз таки в этот день я решил блин вот давно я не заходил на канал к шреду давайте-ка загляну посмотрю оба час назад вышел вот этот ролик и короче о чем это видео в этом видео шред изображал меня самого начала видео и во многом и говорил обо мне как к человеку у которого жопа горит который хочет всем все доказать какие какой шред плохой какие созданы дела и в плохие как они кидают нас на бабки как они нас все эти годы обманывают и в принципе здесь он конечно мое имя не называл он упоминал меня чисто косвенно не называя меня тем не менее посмотрев это видео я сразу понял о ком он говорил ну и я думаю будет легче самим посмотреть и прокомментировать чем мы просто что-то от меня услышать давайте посмотрим это видео и я постараюсь прокомментировать его я если что никого в этом видео не буду оскорблять не хочу ни с кем ругаться просто изложу просто люблю просто излагаю факты давайте давайте смотреть с первых же минут он пародирует меня хоть и новость довольно неприятный да зато я с этого по и а уже записи идет короче я решил открыть для всех очевидное но страшное происходящее и крайне плодовые действия фон базе кдс который длится уже не первый год и я в отличие от капитана очевидности просто в гневе там это про меня спонтанное видео без каких-либо попыток сначала разобраться в этой ситуации уж потом на публике озвучивать предположение и тем более уже заготовлены и обвинения потому что я сразу с этого начну она стану я только время тратить поэтому лишнее но честно говоря это у него такое мнение как мне кажется я пытался разобраться и я вижу именно так как я говорю именно так как я вижу эту ситуацию впрочем об этом еще поговорим давайте смотреть дальше я думаю каждый был нас вышел с 2020 года о том что разрабы с sml они же слушал медиа life решили одажды сделать ремастер как достать соседа короче вы же в курсе что в этом году этой франшизе уже полгода как исполнился и целых двадцать лет до мы несколько месяцев праздновали этот юбилей с опросом неспроста вы же поняли что это были намеки на то что вот-вот выпустят в этом году что-то грандиозное или чего лучше решаться показать нам наконец полную версию это не совпадение ведь до этого они не спрашивали выпускать недоделанную или таки лучше продолжить доделывать то есть они проверяли не угасли наш с вами интерес к ремастеру не просто так а так выпустили они что-то грандиозное за оставшийся 2023 год и если не считать что вышло еще пару тройков роликов с демонстрации геймплея фишек то нет забудьте как была старая ссылка на дом к 2020 года так и осталось больше ничего не было ролики знаете можно подделать но про то что ролики можно подделать я никогда этого не говорил конечно ролики настоящие я не я ни в коем случае это не не про не опровергаю я верю в то что ролики настоящие просто многие фанаты и я в том числе задавался вопросом как можно анонсировать ремастер на 2020 год выпустите две демки и потом еще более трех более трех лет тянуть но впрочем об этом же тоже говорил и мы об этом поговорим тоже давайте смотреть дальше как обычно sml обосрались а знаете для чего они делали опрос чтобы убедиться в том что они могут спокойно на доверчивых фанатах и дальше доить и кормить завтраками до конца года осталось меньше двух дней и я больше чем уверен что произойдет ровным счетом ничего даже в честь еврейного года ничего не поменялось хотя чем это я если уж еще в 2019 году обещались выпустить ну да тут как бы тут как бы я от них ничего особо не ждал учитывая то что они выпустили вуди возвращается сделали хардкоры больше ничего было много проектов которые которые они анонсировали делали но в итоге отменили поэтому я именно поэтому я и насчет ремастера думал то же самое вот в чем причина собственно ладно давайте смотреть дальше о чем это я если уж еще в 2019 году обещались выпустить ремастер но вместо него выпустили только дымку хотя в том трейдере а выпуски только дымоверсии было не намека а первое свидетельно же денег да я в плане баба уж точно постарались а то как-то странно что после сбора она пропала с их группу вконтакте значит приговор будет ну да она пропала и у них по моему 14 или 15000 была цель собрать и и когда собрали действительно убрали то есть как бы никакая дойка дает дальше не продолжится но впрочем давайте смотреть и безвозвратно сто процентов sml жулики воры и коррупционеры а также хамо собственной аудитории которые накоплены в лицо хватит это терпеть вы потеряли нашу веру в вас еще в 2020 году кстати вам привет от одного ютубера которого вы даже не боитесь это он нам открыл правду в глаза в том же году с момента выпуска вашего трейлера так прежде чем посмотреть вот это вот это вот очень прям забавный фрагмент конечно ну во первых то есть как бы насчет того что как бы нам плюнули в лицо что они развели нас на бабки что они коррупционеры я как бы я не говорил что они действительно так хотят сделать и делают это в том видео которое 2020 году делал про то стоит ли ждать этот ремастера в 2020 нам как раз таки я лишь и сказал что это просто выглядит так как будто они хотят собрать бабки и просто свалить закаты при этом я сразу же сказал что нет конечно так на самом деле не будет но просто вот это вот вот эта вся ситуация это просто трэш какой-то а так я так и никогда не говорил что они реально так делают конечно конечно я верю и я надеюсь что они не свалятся с этими бабками просто в закат но это потому что потому что понятное дело что таким образом репутация к ним будет точно испорчена вот без всяких каких-либо оправданий впрочем мы давайте дальше смотреть собственно говоря по вот этой картинке сразу понятно о ком тут идет речь обо мне и у же говорил вам что вас кинуть и все собранные денежки заберут себе смотавшись закат ну да я как бы я еще раз говорю я предположить я лишь предположение сказал я сказал что это просто выглядело так я никогда не говорил что так действительно будет и типа бойтесь не надо ни в чем вы их поддерживать и так далее о чем я спустя тогда год оказался прав и об этом повторил я выступил против них и возглавил сопротивление а ты меня ни с кем не спутал товарищ шред дело в том что они стоп подождите нет я против них действительно настроился но только это было двумя годами ранее когда я 2018 году сделал видео где рассказывал все минусы социал медилайф продакшн собственно и собственно говоря я сделал то видео потому что они как я считаю забанили меня совершенно несправедливо за пару лет до этого видео как раз таки и я выпустил то видео когда они меня забанили еще раз и вот на этот раз причина тоже на мой взгляд абсолютно неоправданная было молодец изобразил просто шикарно ничего не могу сказать просто шикарно вот прям молодец просто вот лайк но на самом деле против меня социал медилайф сами направились против меня не я против них то как бы против них то я собственно уже собственно вы наверняка помните ту историю когда они в позапоза прошлом году как как выстрелись против меня так и всех моих подписчиков тот тогда когда они меня жестко обсирали во всех местах и когда они банили меня и всех моих подписчиков у себя в группе ну благо сейчас они переобулись всех разбанили и меня в том числе но тем не менее осадок как говорится остался вы слышали это еще не конец и вы тоже получите по заслугам и от меня обманщики я конечно ни в коем случае не пытался похайпить также как мой великий кумир но не забудьте подписаться на мой канал поставить лайк этому видео придать огласки и поделиться с друзьями написать только плохие комментарии сторону этих и добросовестных мерзавцев молодец но я никогда никого не вынуждал некой я просто излагал факты но никого не вынуждал ничего делать вот такого у которых надо все перевернуть вверх дном и тех кто смеет за не заступаться остальных затруй за баню потому что это другое а вот тут товарищ шред ты изобразил не меня а самих социал медиа лайф ведь это они в 2021 банили меня и всех абсолютно всех кто за меня заступается нет более того они даже они даже просто смотрели кто является моим подписчиком и без всяких разборов просто просто банили даже если эти люди даже у них группе не присутствовали ни разу то есть то есть как бы тут не обо мне речь совершенно идет и кстати я тоже кое чем занимаюсь и не только youtube ссылка в описании всем до встречи и добра дорогой мой друг ну да ну и вот это тот смех конечно же не изобрать не изобразил да конечно классно ну в кавычках естественно но но далеко не все что ты тут сказал правда все-таки ну врочем давайте ролик смотреть дальше тут мне к я думаю надо весь ролик прокомментировать я знаю что это было пипец как толстая настолько что там целое сало вы были выдают так было но если вы уже дали услышать подобное и от меня тоже то ищите такое подобие где угодно но не на каналах даже вроде моего блага интернет большой и подобный субъектив вот это оскорбительно конечно было просто мне с любителями двойных стандартов говорить не о чем хотя можете попытаться вдруг получится я думаю намек ясен а так после того как я не по сильным трудом таки засунул в чью-то пернатую жопу кое-что пластмассовые и круглые а это было нелегко за час будем ржачно да 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 уже начну серьезно я не буду даже представляться кто я и откуда неважно кому чего ты в жопу засунул то что прошло действительно никакого вреда ты мне вроде никакого вреда ты вроде бы мне не причинил даже когда было был такой случай когда кое-какой один чел взломал мой канал под ником анти максима он взломал мой канал и там удалил 4 видоса и там кто-то писал в комментах что а вдруг это аркадий 21 которого ты разоблачал я говорю может быть но я очень сомневаюсь я думаю я думаю нафиг ему это не нужно я говорю может быть это шред хотя тоже вряд ли шред когда это услышал такой подумал сразу сразу ой он он обвинил во всю меня даже ничем не пытавшись разобраться как как целый текст не потом утверждение на почту мне лично написал потом я это показывал сообществе к так что короче молодец молодец лгать умеем времени с момента анонса это очевидно впрочем как и про весьма разве туда он но в трейдере но ведь не было уточнение что вам выпустит полную игру со всеми готовыми новоделками и свистоперделками на эту назначена дата могло быть все что угодно вплоть даже простого анонса начала работы над проектами или что-то готового из фундамента будущей игры это первое возможно не тут не тут может быть вполне может быть и такое но все-таки в этом трейлере действительно как ты уже сказал не было ни единого намека на дымку все кто посмотрели этот трейлер были уверены что речь идет о полные версии об оригинальной версии они какой-либо дымки здесь в этом видео не не дано никакого понятия что это только начало фундамента так называемого так что так что тут я считаю оправдание на мой взгляд быть тут не может смотрим дальше можно и неубедительно так как в подобная игру с размытости и недоговаривание подробностей могут играть только вдвоем второе же делать игру чуть ли не с нуля но на новом движке нет конечно можно было бы извратиться и продолжить это клепать на том на чем построен оригинал но нужно помнить что там свои ограничения очевидно что выше головы не прыгнуть в плане возможностей и новшеств уж не заикаясь разрешение экрана которое выше 800 на 600 ну никак не вытянуть а на дворе уже даже видео на 1080p в 60 fps уже никого не удивить а если и получится то это будет либо выше возможностей движка и игра начнет подлагивать и либо ценой вес игры это как вносить новшества в паровую машину вроде радио там кондиционера и прочее но мощность ты двигателя увеличить не получится а то и повлиять на его скорость передвижения но это понятно про новый движок все понятно что это много времени отнимает и так далее двигатель лишён недостатка в занимании места под топливо да и двигатель куда посильнее и не такой массивный по размерам в обслуживании то же самое с движком для игр но прежде чем его начать использовать в дело нужно его пощупать методом тыка попробовать сделать простенькое в нем проверить устойчивость от минимальной до максимальной нагрузки затем следовать инструкции как делать в нем что-либо так чтобы это потом не так сильно нагружала пока сборе слабыми железками а уж потом можно воплощать задуманное нет тут тут я согласен тут я абсолютно согласен тут спору нет то есть понятно как бы что надо развивать движок как бы обучаться вот это вот все делать тщательно все прочу все проверять как работает понятно что это занимает очень много времени а порой и как в этом случае и годы это занимает но все же как и уже как и уже сказал в том трейлере не было ни единого намека что это не полная версия какой-нибудь начала фундамента так что вот этому трейлеру именно оправданий нет и быть не может я считаю я думаю мне не надо что бесплатно только сыр мышеловки потому создатели игровых движков для раскрытия полного потенциала делает уже платными а на демке ты не сделаешь даже начала игры вроде супер марио ибо специальные и ограничены чтобы программистам игровых редакторов тоже перепадала на покушать в ином случае сейчас по игры выпускали бы все кому не лень вне зависимости от бюджета но тогда и эволюции игровых движков можно было бы и забыть ладно проехали сложные и малопонятные для масс но теперь третье и самое главное простоту которого поймут только те кто попал или уже жил в подобной шкуре вы хотя бы умеет себя ставить на месте других чтобы понять каково это это величное время рано или поздно времена когда ты молод горяч и полон энтузиазма они пролетают как листья розы с момента вырастания и срезания для букета то есть школьные времена когда тебе заботили только уроки а студенчестве под конец семестра сессии с непомнами прерываясь на отдых только благодаря каникулам они оказываются позади и навсегда и впереди тебя ждет работа вливание в коллектив реальности осваивание и попытка войти в новый и уже постоянный темп жизни не ну это это понятно себя принимают тут спору нет я абсолютно согласен выходные с заботой о гигиене тоже никто не будет кроме тебя это вот поймут либо понимающие люди либо те кому хотя бы разок в жизни довелось пожить в студенческом общежитии да тебе родители больше не контролирует и это кайфово осознавать свою самостоятельность но и свободного времени у тебя остается тоже поменьше отчего нередко у тебя будет вставать выбор либо его потратить на саморазвитие либо на отдых так как человек не может постоянно находиться в напряженной это абсолютно понятно никакого спору нет я абсолютно согласен это касается каждого человека который переходишь на летний возраст и начинается самостоятельную жизнь боюсь что эти времена вспомнит только ауды стоявший у истоков того времени в то время как новоприбывшие new фаги почти всегда не интересуются подобными вещами заметьте если я сейчас начну более подробно расписывать ну да кстати об этом я помню я помню тот 2014 год когда только социал медиалайф появились как они выпустили вуди возвращается я помню даже самое первое видео где увидел вуди возвращается и это кстати оказалось чувак который его записала оказалось что он был самым первым кто снял этот мод вуди возвращается собственно собственно говоря меня тут олдфагом наверное можно назвать это займет намного больше времени потому что упрямцев я никогда не смогу переубедить если человек захочет упрямиться он продолжит твердить свою что например стакан воды на половину пуст не желая обратить внимание что вторая эта половина никуда не делась и почему-то ее в упор не хочет замечать но и последнее раз уж люди так любят считать деньги допустим раз их кинули и смотрели закат с бабками то почему они не действуют по тому же методу что и истинные мошенники вот маленький секрет знаете что еще раз еще раз повторяю я никому я никого не убеждал что они действительно так делать я лишь предположение сказал сказал то как это просто выглядело но при этом я я не говорил что так будет более того я даже сказал что так не будет на самом деле потому что если бы они так сделали это бы это бы в крайне отрицательную сторону бы ударила по их репутации и оправдание быть бы тут просто не могу все финансовые пирамиды между собой рано или поздно все эти вот денежные пузыри имеет свойство лопнуть окончательно отчего те кто не успел вывести свои деньги рискуют остаться у разбитого корыта а все кураторы которые до этого происшествия с вас вежливо собирали банкноты и поддерживали с вами связь внезапно после сворачивания бизнес лавочки начинают либо игнорировать любые сообщения и выпадки либо пропадать в поле зрения окончательно вот уж где реально страшно но вот возмущаться начинает когда становится слишком поздно и следы то недавно простыли к тому же одно дело я бы понял возмущение когда были бы постоянные ежемесячные сборы с возможностью не только арендовать студии с аппаратурой но и ежемесячная оплата сотрудникам чтобы тем не приходилось тратить время на обычных работах чистые для самовыживания и могли с утра до вечера посвятить себя полностью разработки игр но и см и в нашем случае не а проект под контролем богатых шишек не даже инди студии с хоть какими-то позади готовыми играми это это да и тут тут никакого спора нет так и есть что это не какая-то там супер опытная студии это обычная комп компания людей которая просто делает вот такие вот фанатские моды игры на когда соседа то есть как бы тут все понятно мы в этом давно убедились и излагая все факты и так далее что частично уже держит их на плаву многие мододелы даже превосходит их вспомнить вспомните такие моды как дела соседа неудачный круиз микс и так далее аренды опять той же студии или хотя бы аппаратуру с программами приз конечно они периодически делают отчеты сообщая хоть о каких-то продвижениях в разработке ремастера этого мне свалки ржангер тут 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 они тут они молодцы тут они молодцы тут тут спору нет они как бы молодцы что показывают фанатам тем что они ничего не бросают за разработкой занимаются тут тут я никогда за это им предел никакую не давал тут тут как бы чей студии от команды первые истоки осталось 2010 года сколькин хрен как и выпущенных игр зато конора как от новых голов так и самого и главного руководителя говнюка хоть жопой пей прям как чернобыльскую воду вот уж где голый скандал ничем не прикрыть и вот что хотел сказать в напутствие даже если выйдет и так что все это время обманывали не только вас но и меня в том числе хотя по количеству фактов сейчас ровно наоборот то запомните следующее попытаться победить ложь не менее наглой ложью невозможно и вот это то самое главное вот это вот фраза победить ложь более наглой ложью невозможно ну как бы ну как бы я не я все что я говорил я как бы не считаю ложью никакой я лишь я просто хочу сопоставлять факты и мне интересны и это и как бы я и я как уже говорил я лишь показывал предположение свои и если ремастер действительно выйдет а он а он скану скорее всего выйдет потому что как бы sml собирали на него деньги с обычных фанатов я в том числе тоже 100 рублей пожертвовал тут как-то я просто как бы вспоминал их предыдущие провалы их предыдущие проекты которые они делали и потом отменяли поэтому я думал что с ремастером будет то же самое не исключал такой вероятности совершенно я я не считаю что я тут сказал какую-то ложь тут были именно предположение именно предположение тут были ну а дубасить об камень правды киенко и уже подавно тупая затея а так ребята будьте уверены и спокойны все еще впереди если понадобится я готов буду выступить гарантом несмотря на то что youtube против моего рисуна у меня в это комьюнити но раз уж на то пошло то так уж и быть плюс если у меня на работе все пройдет гладко и будут лишние средства вот и у меня также сказать на первых строчках несмотря на что сборы давно закрыты так сказать подкрепить его не только громким словом но и заодно чтобы порвала жопу от бессильной злости кое-какое краснопопой личности решившие действовать на гости не только через кребету пользуясь отсутствием сдачи в свою сторону по полной и не желая самоуспокоиться значит и я тоже пойду другим и более радикальным путем раз не хочет по-хорошему но подробности я пожилые оставлено потом и да ты тут мало молодец к ней молодец конечно снова снова ты меня тут обосрал конечно у меня то есть и ты хочешь сказать что у меня горит я не я не успокаиваюсь и ну как бы вспомните еще раз вспомните что было в 2021 как как они в мою сторону прямо прям жестко выстрелись социал медиалайф продакшн как они бани как они банили всех подписчиков моих у себя в группе как сколько всякого бреда не про меня сочиняли и так далее собственно они этим способом даже немного подорвали репутацию к себе и и как бы то есть ты думаешь что после все шред то есть получается ты думаешь что после всего этого и я скажу ладно я был неправ ладно я не ладно я не должен был быть против них типа что ли или что вот тому что вот они так вот делали с моей со мной с моим каналом тут оправданий быть не может ну разве что ну разве что то видео где я говорила об их минусах в 2018 году это видео это было тоже сделано не просто так а за то что они за то что они меня забанили дважды по довольно несправедливым я как абсолютно уверенно считаю причинам и собственно говоря я не считаю что я оказался здесь неправ совершенно и не в этом ролике коль уж определили меня на роль злодея буду на свою роль до конца и с музыкой почему бы и нет да ну по поводу роли злодея это это мы это мы уже поняли я вон я он даже я даже писал ему один раз комментах с другого аккаунта и и говорил я решил проверить не исправился ли ты конечно же он сказал как как буду на три буквы посылать кое-каких дебилов так так и буду собственно собственно говоря у нас короб он оскорбляет людей даже не взаимно просто вот так вот напишут когда когда соседа будет вот и вот ты просил чтобы на том ролике как там какой-то хардкор был и я не помню на каком ролике 200 лайков собрать и тебе собрали 200 лайков ты не выпустил продал продолжение сразу не выпустил выпустил гораздо позже ну и собственно так сразу за то что обещание свою не выполняешь так сказать ну я тебя тут не понимаю что это серьезно не понимаю извиняюсь что вмешиваюсь но решил немного продемонстрировать себе дар бабы ванге для полного понимания смотрите этот внеплановый фрагмент как видите сегодня у меня 4 января чтобы было видно ладно следующее все остальное это не интересно уже там уже дальше смысла в этом ролике основного уже нету но по итог под этого видео я скажу так я в принципе согласен с большей частью вещей которые он говорил когда когда пытался оправдывать социал медиа life но я согласен почти со всем кроме одного но по поводу вот этого вот собственно трейлера которые они в 2019 выпустили в это я еще раз говорю они не дали никакого понятия что это и не полная версия будет она просто дым как это в этом трейлере все кто видел этот трейлер думали что это будет полная версия потому что трейлер выглядел так что действительно только так подумать не могли так что как по мне прежде чем вот это вот все происходит что они так медлят очень долго уже делают ремастер лет пять может если не больше то прежде чем делать такой анонс надо было трижды наверное подумать чем говорить слово coming in 2020 так что в принципе в принципе я считаю что я не считаю что я оказался здесь не прав вот и все я излагаю факты я всегда излагаю факты и собственно так я всегда и делаю люблю это делать собственно говоря вот такое вот я высказал свое мнение я никого не пытаюсь оскорблять хотя шарет в этом видео знатно меня очень оскорбил и уже далеко не в первый раз собственно говоря пишите в комментах свое мнение что вы об этом думаете я я не буду ни с кем ругаться никого банить не буду если 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 в чем-то с вашими не соглашусь просто и изложу факты еще раз как как я считаю что что-то тут не так и так далее пишите свое мне я прочитаю мнение каждого из вас и обязательно вслух слушаюсь в них если если это мнение сильно будет действительно что-то значит будет они просто они просто и комменты типа того ах и вот ты козел ты ты обсираешь тут всех ты ты ничего не умеешь кроме как пытаться доказывать кому-то нет нормальные как бы комментарии я я всегда и прямую послушаю жопа ни у кого пускай не горит пусть каждый просто скажет свое мнение ладно в общем на сегодня и все это такое вот видео с вас и коз подписаться с меня пишите видосы подписывайтесь на стримск канал логовый канал ждите на стримском канале стрим по модам накада соседа я планирую его где-то в середине в самой середине января провести и всем пока пока и